Привет, друзья! Нам посчастливилось встретить эксперта, нашего партнера из Польши. Мы, кстати, проходим здесь обучение по улучшению качества нашей онлайн-школы, чтобы те материалы, которые мы даем, были более адаптированы для простого обывателя. И наш партнер из Польши также здесь на занятиях в Индонезии. Сегодня она улетает, и я ее уговорил провести с нами прямую трансляцию в нашей группе Instagram на тему переезда и работы в Польшу, более чем на четырех крупных предприятиях по всей стране. Итак, едем на место 14 километров. Подъезжаем. Это район Нуса-Дуа. Один из лучших районов Бали. Итак, прямая трансляция у нас будет в этом отеле. Кстати, друзья, кто помнит Светлану, мы... Сколько прошло? Наверное, месяц назад, когда мы делали... Чуть меньше. ...видео обзор по заводу LG. Что это было за место, что за город? Это был город Млава. Это небольшой городок в 120 километрах от Варшавы, где находятся три огромных завода-подрядчики LG, которые готовят комплектующие для LG. Понял. Это один из заводов, который вы... Да, мы работаем там на трех заводах. Нам удалось снять на одном, потому что пустить камеру на завод... Это, друзья, очень сложно. Из около 150 предприятий, которые у нас есть, мы отсняли только шесть. Я понял. Приезжали к вам украинские блогеры, которые... Да, да, регулярно ребята переезжают. Да, то есть у вас основное направление это была Украина и есть Украина. И есть пока Украина. Это 90% пока наших клиентов это Украина. Понял. Друзья, давайте еще раз проверим звук. Сколько у нас там людей в настоящий момент? Подождем еще минуту и стартуем, да? Да. Кстати, Светлана сегодня улетает. Я просто выпросил. Мы просто оказались в одном месте. Не планируя. Да, не планируя в одном месте. И я уговорил просто перед вылетом, за шесть часов до вылета, встретиться и провести прямую трансляцию. Следующая, кстати, наша встреча будет уже в Польше. Да, мы ждем тебя. Я жду вас в Польше. Да, у нас будет запланировано еще видео с предприятием. Да, мы ведем переговоры. У нас три предприятия есть, которые тоже можно снять. Только осталось договориться. Понял. Ну, давай, наверное, начнем. Давай. Первый вопрос. Что ты здесь делаешь в Индонезии? Что здесь вообще происходит? Я здесь очень случайно. Я здесь на обучении. У нас мы больше 11 лет работаем оффлайн. Бизнес у нас такой, да. И сейчас мы хотим активно выходить в онлайн, давать людям продукты онлайн нашим клиентам. Например, один из таких продуктов – это язык польский. У вас есть офисы? В каких городах? Да, да. Компания работает 11 лет. Я шестой год работаю в этой теме. У нас 12 офисов, 2 в Украине и 10 по всей территории Польши в самых крупных городах. То есть любой крупный город. У нас есть там офис. Варшава, Лоцк, Гданск. Главный офис у нас находится в Гданск. Это Балтийское побережье, север Польши. Да, это, кстати, то место, откуда я сейчас улетал. Да, да. За 5 евро. У нас такое часто бывает. В Гданске я летел из Польши в Данию, в Копенгаген, и билет мне обошелся в 4,99 евро. Наши клиенты, ну, наши работники очень любят эти тарифы. И они за полгода, ну, украинцы в основном приезжают на полгода, они умудряются посетить 5-6 стран на выходные, просто слетать. И общий бюджет этой поездки – это 100 долларов. Всего у вас, сколько компаний с вами взаимодействует? У нас около 200 компаний, с которыми мы взаимодействуем регулярно. И эта цифра растет. Например, только в этом месяце мы заключили… То есть сегодня какое число? Не суть. 13 января. Это число, с учетом небольшого количества дней, мы уже заключили 4 новых контракта. Я понял. Крупные предприятия, с которыми вы работаете? Только с крупными предприятиями. Какие, например? От 10 человек и больше. Мы не берем заказы меньше, чем на 10 человек. Ну, например, LG, например, Бедронко – это самая популярная сеть супермаркетов в Польше. Потом Атлантик. Ну, это бренды, которые знают на территории Польши. Ну, вряд ли они известны вашим клиентам. Нет, почему? Люди, которые смотрят наш канал, которые подписаны, всех же интересуют, где и каким образом они будут работать. Ну, это Азамут, это ХТЭП, это Мирко, Атлантик, Лимитто. Ну, их очень много. Это все в основном предприятия-производители. Понял. Кстати, друзья, у меня еще осталось два видеоролика, которые мы снимали. Это интервью с Женщиной, завода LG. А, да, да, да. И мы делали обзор по жилью. На жилье. Да, в Лаве. Как раз осталось это видео, и оно будет у нас также на YouTube-канале. Мы все сразу не выгрузили, чтобы на ручной. Ну, сильно много. Да, скажи, пожалуйста, вот интересует людей вопрос сроков. Сроков документов. Да, за сколько по времени готовится воеводское приглашение, то есть это то, что делается на польской стороне. Сколько по времени. Я знаю, что у вас есть и был, да, рекорд. Да, да. Когда вы сделали это очень быстро, и есть средний срок ожидания. Какой? Воеводское – это просто название документа, который нужен для граждан Средней Азии. У нас были случаи, когда мы его изготавливали за полтора месяца. Ну, ужинт нам, городской совет. Ужинт. Ужинт. Я, кстати, делал обзорочку такую. Ужинт. Ну, твои, значит, зрители знают, что это слово значит. Ужинт изготавливал его нам за полтора месяца. Но это достаточно редкая история. Да. Стабильно стоит рассчитывать от двух с половиной месяцев. Если вам обещает кто-то за две недели, нет, ребят, ну, этого не бывает. Скорее всего, это принтер, и вам сто процентов будет отказ. Ну, не бывает такого. Две недели только ужинт рассматривает документы. Угу. Я понял. По вопросу зарплаты, то есть, сколько может быть минимальная зарплата, если человек приехал в Польшу, ничего не знает, языка не знает, и на такие не очень ликвидные профессии. Ну, смотри, мы это называем неквалифицированный. Да, у нас есть как неквалифицированный, так и квалифицированный. Там сварщики, электрики, про них позже. Да, неквалифицированный. Это когда человек нету компетенции, да, и не нужна компетенция, и не нужен язык. Да, это, как правило, около тысячи долларов. Угу. За жилье, стоимость жилья, вакансии есть разные. Есть там, где сто процентов жилье мы оплачиваем, есть там, где это стоит максимум для работника 50 долларов в месяц. До 50 долларов в месяц. Дороже у нас жилья нет. Я понял. Это я знаю, что является проблемой для того, чтобы принимать семейных, так как у вас... Да, смотри, забегая наперед. Семейные пары мы можем принимать, но семейные пары с детьми нет. Наше жилье не предусмотрено. То есть это связано с жильем? Да. Ну, мы не организовываем прием семьи с детьми. У нас есть семьи, которые у нас работают. Да. И у которых живут и с детьми, и в садик, школа, все. Но они своим обустройством занимаются сами. Понятно. Они нашли жилье, и мы им компенсируем ту стоимость жилья, которую мы бы платили за них, если бы они жили у нас. То есть технически это все возможно обеспечить. Единственный момент то, что жилье у вас не предусматривает, когда живет семья. И для семьи нужно отдельное жилье, но вы компенсируете. Семья с детьми. Да, семья с детьми. Какая сумма за аренду жилья для семьи с ребенком, и сколько компенсирует ваша компания? Все зависит от города. Естественно, если это Варшава или Гданск, это один чек. Если это, например, Млава, ну это может быть до 300 долларов включать все уже. То есть у детей будет отдельная комната, у родителей отдельная, кухня полностью укомплектована, все. И это будет до 300 долларов. Где-то 100-150 компенсируем мы. То есть фактически отдельное жилье, отдельная квартира будет стоить, обходиться семье с ребенком 150-160 долларов. Да, это в небольших городках. Но, как правило, производство и находится в небольших городах, а не в крупных. Хорошо, тогда сразу вопрос. Вот мы сейчас сделали обзор у вас же по хостелам. Там обычно предусматривается машина, которая собирает всех, кто живет в хостеле и везет на предприятие. А как быть, если, допустим, я арендую квартиру самостоятельно? Ты самостоятельно занимаешься своим доездом. Ну, то есть можете купить автомобиль. Кстати, автомобиль в Польше стоит 300 долларов. Одна зарплата, вам хватит его купить, заправить, застраховать и все сделать. Да, мы делали обзор. 350 евро. Можно купить машину на ходу, которая ездит. Опять-таки, смотри, есть предприятия, на которых у нас есть довоз. Да, есть автобус, который забирает людей. Если жилье будет этой семьи находиться по пути, их будут забирать. Если нет, вот семьи у нас, как правило, автономные. То есть они сами приезжают. Как правило, если туда переезжает семья с детьми, они очень быстро обзаводятся автомобилем. Ну, очень быстро. Я понял, как быть со школы? Вот, допустим, не знаешь польского языка, где учиться? Без проблем. Всех школьников и детский сад детей принимают без знания. Буквально за месяц дети уже хватают полностью программу. То есть ребенок прямо в атмосфере, в среде польской учится. Отказать ребенку в получении знаний в публичной школе не могут. То есть если родители работают, все, если ребенок ввезен легально, ему отказать не может ни одна государственная школа. Я понял. Светлана, скажи, если, допустим, едет семья с ребенком, то есть получается у родителей будет рабочая виза, а у ребенка на момент въезда? Ну, он едет по воссоединению семьи. То есть у него будет особенная категория визы, да? Ну, он едет с родителями. Эта виза называется по воссоединению семьи. А, я понял. То есть ему ставят визу, которая подтверждает то, что вот едут родители, и вместе с родителями едет ребенок. Я понял. Вопрос. Вот, допустим, мы говорили про неквалифицированных сотрудников, у которых зарплата от 1000 долларов. Давай поговорим о тех людях, у которых хорошая профессия, есть более-менее язык. Например, там сварщики или врачи или инженеры. Ну, смотри. А, кстати, дальнобойщики. Смотри, врачами мы не занимаемся, да, это не наша история. Но просто тебе коротко скажу, что нужно европейский диплом, язык, подтверждение диплома нужно. Дальнобойщиками мы тоже не занимаемся, но есть очень много компаний, где устроиться просто нужен определенный пакет документов. То есть права, категория, европейская карта. То есть там есть определенный набор. У них оклады от 1500 евро и выше. Все зависит от опыта, от компании. Есть и 3000, и 4000 евро. Наша же история – это сварщики, электрики, сантехники. У нас есть крупные контракты в судостроительстве. И вот сварщики в судостроительстве – МИК, МАК, ТИК – все зависит от категории и уровня сварщика. Знать польский вообще не обязательно, вообще не обязательно. Заработные платы разные, от разных категорий. Все зависит от количества часов, от объекта, на котором работает, и квалификации сварщика. Понятно, то есть нужен тест. Как сдается тест? Тест сдается только физически, находясь у нас. И тут важно понимать, у нас это только 2 из 4, даже меньше, 2 из 5 проходят тесты. Понятно. Если человек не проходит тест, мы предлагаем другую занятость. То есть, но тут тесты очень важны. И человек приходит, его ставят именно на этот аппарат, который он заявил, и в котором он хочет работать, и он сдает тест. Понятно, хорошо. Я знаю, что в Польше существует 3 вида контрактов. Да. Из каждого контракта отдельная система налогообложения, налоговые базы и так далее. Можно сказать про это? И отдельная система для дальнейшего пребывания в Польше. Есть умова о делу, умова злеценя и умова о праце. Умова о делу крайне не рекомендуем, потому что там очень низкие платят цены. Ну, в общем, по ней вы не сделаете карту по быту. То есть, это вообще не та история. Умова злеценя – это та умова, на которой мы трудоустраиваем всех. Она уже позволяет подаваться на карту по быту. Что такое карта по быту, нужно сказать? Карта по быту – это документ, который позволяет находиться уже на территории Польши без возврата в свою страну для продления визы. То есть, вы приехали по визе, через 3 месяца устроились на умову злеценя и через 3 месяца вы уже можете подаваться на карту темчасового по быту. Да, то есть, которая выдается до 3 лет, до 5 лет. Ну, то есть, там разная история есть. И уже это дает основания пребывать и работать в Польше без возврата в свою страну. Все легально. Понял. Изготавливается карта по быту уже год-полтора, это уже другая история. Но, когда вам поставили печать, даже если закончилась виза, документы делаются, вы находитесь в Польше легально и работаете легально. Теперь вернемся. Вот на умове злеценя это можно делать. И есть еще умова операции. Это самый дорогой контракт для работодателей. Почему? Потому что с него уже платятся отчисления в пенсионный фонд. И вот эта история уже нужна тогда, там через год-два-три, когда человек поработал, познакомился с Польшей, выучил язык и решил для себя, все точно, остаюсь жить. Да, тогда мы рекомендуем только умову операции, потому что эти термины, эти сроки уже будут учитываться в проживании. Да, то есть для того, чтобы получить, ну, стать гражданином Польши, нужно прожить 7 лет. И нужно это время быть плательщиком налогов и платить отчисления в пенсионный фонд. Почему? Упоминский Ricardo Этим Этим Би Продолжение следует...